Наши пир продолжает встреча, вернее, программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Много событий произошло за истекшие две недели, скажем так. Вот, в частности, мир. Мир не в том смысле, что земной шар мира, а мир в смысле достижения мира. Журнал «Атлантик», отличившийся своим фейковым сообщением о том, что Трамп якобы отзывался о павших военных, как-то нелицеприятно, тут разродился статьей, призывающей отменить Нобелевскую премию мира. То есть они не делали этого, не призывали к этому, когда Нобелевскую премию мира давали, скажем, Ясеру Арафату или Эллу Гору, или президенту Бараку Хусейновичу Обаму. Обаме, который и двух месяцев еще не был в овальном кабинете, но уже получил за что-то Нобелевскую премию мира, после этого просто поджег весь Ближний Восток. А все это связано с тем, что усилиями администрации Трампа достигнуты соглашения, мировые между Израилем, скажем там, и Объединенными Арабскими Эмиратами. В общем, подробно вы расскажете сами. Да, совершенно верно. Благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И действительно, Нобелевская премия МИР, которая давным-давно уходила всяким мутным личностям, в какой-то веке может достаться человеку, который ее действительно заслужил. И представить себе такое либеральная пресса, конечно же, не может. И потому что, ну, даже тем, кто к Трампу может относиться плохо, следует признать, что его миротворческие инициативы самые успешные. Я вообще даже не знаю, с какой пары. Мне такое впечатление, что из послевоенных президентов никто, имею в виду еще Вторую мировую, за один срок, даже за несколько месяцев, такой активность не развивал. Но что касается Ближнего Востока, здесь я, пожалуй, вкратце все-таки скажу, что, скажем, соглашение между Израилем и Арабскими Эмиратами, Объединенными, меня все-таки некоторый скепсис вызывало, потому что там есть пункт о том, что Израиль приостанавливает распространение суверенитета на Иудею и Самарию, но раз, если Израилю это приемлемо, то хорошо. И раз это соглашение стало таким, дало принцип домино, запустило пресловутый, и уже Бахрейн готов, уже объявил о нормализации отношений с Израилем, и полковник Ричард Кемп, на которого я часто и с удовольствием ссылаюсь, говорит, что его контакты в Саудовской Аравии военные и разведывательные уже говорят, что в Саудовской Аравии хотят тоже сближения с Израилем, то тогда хорошо, какие тут могут быть претензии. Дело в том, что усилившийся Иран, он, кстати, некоторые заслуги Обамы тут есть, давайте признаем, ну, может, не та, за которую ему премию дали. Так вот, усилившийся Иран, он стал для арабских стран гораздо большей опасностью, чем Израиль, и поэтому арабы хотят дружить с Израилем, а заодно и с Америкой. И нынешнее положение Израиля и Соединенных Штатов, вопреки истерикам, все той же либеральной прессы, что якобы про Трамп все разрушает, взрывает и так далее, но, как видим, происходит совсем наоборот, и на Ближнем Востоке складывается вокруг Израиля такая вот группа поддержки, так ее назовем. Это ни в коей мере не означает, что все они Израиль резко полюбили, с арабами всегда нужно быть на чеку, но прагматизм берет верх, и, понятное дело, что четкая позиция, о чем, кстати, мы не раз говорили, Америки, что Америка с Израилем, она дает арабским странам понять, что тогда надо им быть с Израилем. Тем более, что в Бахрейну, у того же там конфликты с Ираном еще с начала 80-х годов. Поэтому здесь посмотрим, что будет дальше. Все эти соглашения, к сожалению, не могут быть вечными, но это успех на данный момент. И еще весьма любопытная вещь, это то, что произошло сербско-косовские соглашения. Положение на Балканах тоже исторически ненамного понятнее, чем на Ближнем Востоке, на самом деле. И если на Ближнем Востоке, по крайней мере, понятно, кто настоящий друг западных стран, единственная цивилизованная страна, ну, я могу продолжать дальше, потому как Израиль я очень люблю, а вы понимаете, что я про него говорю. На Балканах такого места нет. И там в постоянных конфликтах за кого-то уцепиться довольно сложно. И, к сожалению, вся политика Соединенных Штатов, начиная со Второй мировой войны, прежде всего, на Балканах была, мягко говоря, далека от идеала. Тут дело не только в американской политике, дело и в успешных действиях советской разведки. Я понимаю, что это звучит. Сейчас то, что я сейчас расскажу, будет немного напоминать плохой роман, но это правда. Дело в том, что в 40-е годы активные действия советских агентов изначально в британских спецслужбах, скажем, такой Джеймс Клагман, коммунист, который сотрудничал со всей этой компанией, вроде Филби, Бёрджеса и так далее. И при этом он в годы войны занимался, сидя в Египте, координацией действий разведки в отношении Балкан. И, естественно, он делал все, чтобы коммунисты вокруг Тита, они были представлены наилучшим образом, а те, кто вокруг генерала Михайловича воевал, они были бы оклеветаны или их бы представляли в самом невыгодном свете. И, таким образом, Черчилль, благодаря усилиям Клагмана и компании, переключился полностью на поддержку Тита. Когда Офис стратегических служб заслал своего человека по имени Лин Фариш на территорию бывшей Югославии, то он тоже быстро проникся любовью к коммунизму и к Тита и стал посылать соответствующие донесения в Вашингтон. И друзья коммунистов, вольные или невольные, в Госдепартаменте донесения простого, вроде бы, агента Фариша сделали так, что они поступали напрямую к Рузвельту. И Рузвельт тоже проникся делом в Брос Тита. Таким образом, коммунисты и их вольные или невольные друзья в Госдепартаменте сделали все, чтобы Югославия стала коммунистической. Лин Фариш, кстати говоря, как потом выяснилось, тоже был связан с советской разведкой. Уж не, без сути, еще раз говорю, похоже на плохой роман, но это так. И Югославия попала под власть коммунистов. Более того, когда у Тита случился конфликт со Сталином, то и вовсе было решено его не трогать и никаких особых мер против него не предпринимать. Но раз со Сталином при этом не было никаких иллюзий. Умнейший генерал Смит, который возглавлял ЦРУ и был послом в Москве, он в своих мемуарах писал, что понятно, что Тита абсолютно коммунистический диктатор, но его надо сохранять, чтобы был такой вот противовес Сталину. И когда Югославия начала уже распадаться в 90-е годы, опять были сделаны не самые лучшие, предприняты не самые лучшие меры. И я бы даже не стал, кстати, в этой ситуации все валить на Клинтона. Ну, достаточно сказать, что антисербский, ну, даже не антисербский, слишком жестко будет сказать, просто по-русски не очень красиво прозвучит. В общем, меры, направленные против Милошевича, помните, тогда был главой Сербии, они сходили снова изначально из Великобритании. И даже не от либералов, а от Тетчер. Тетчер была на тот момент уже отставной премьершей, но она воспринимала Милошевича как коммунистического диктатора. И вокруг нее, используя свои прежние связи, она стремилась сделать все, чтобы правительство, королевство из Соединенных Штатов от Милошевича избавились. Как говорили в самой Британии, если вы против Милошевича или вы диссидент откуда-то из бывшей Югославии, то у Тетчера вы всегда найдете возможность получить у нее аудиенцию. И, в принципе, она была не так уж и далека от истины. От Милошевича, конечно, надо было избавляться, потому что он ничего хорошего не представлял, как и все коммунистические диктаторы. Другое дело, что то, как это было сделано, скорее привело к тому, что Сербия была от Запада отторгнута. И ее толкнули в объятия российского режима, где она, в общем-то, пребывает так или иначе по сей день. И то же самое, та же сага с образованием Косово, возможно, с моральной точки зрения это оправдано, получить такого союзника на Балканах, в Косове, насколько я знаю, Америку любят. Но то, как это было сделано, и то, что в результате был потерян союзник, потенциальный, наверное, куда более серьезный, чем Косово, я имею в виду Сербия, это безусловно. Потому что Сербия стала, как я уже сказал, не просто другом путинского режима, а еще и рупором кремлевской пропаганды. Я сам ее регулярно вижу в сети. И она, эта пропаганда, гораздо более эффективная, чем то, что исходит из Кремля зачастую. Потому что в Сербии многие видят невинную жертву. Я сейчас не буду говорить, насколько это оправдано или нет. Но в результате для многих националистов и даже правых в Европе, то, что кремлевская пропаганда, идущая через Сербию, она воспринимается очень хорошо. И мы видим, что на сегодняшний день именно администрация Трампа и республиканцы пытаются Сербию вернуть к себе. Что я считаю очень положительный момент. Вроде бы и Косово сохранить. Раз уж оно есть, то надо попытаться с ним наладить отношения, их сохранять. Ну и сделать Сербию таким своим другом. С Вучичем, нынешним главой Сербии, контакты, я видел, уже давно идут. И Круз с ним встречался, и Пенс. Поэтому Вучич на это, в общем и целом, рассчитан. Готов сотрудничать. Он, правда, сам из окружения Милошевича, но он сдвинулся более к традиционному консерватизму. Хотя у меня он все равно вызывает ряд сомнений. И Вучич, я имею в виду, не знаю, насколько его трансформация реальна. Но он чем вызывает некоторое уважение, не скажу симпатию, тем, что вот пытается балансировать. Вроде бы не теряя связи с Россией. Опять оставляю в стороне, хорошо это или плохо. Но вот хочется наладить связи с Соединенными Штатами и между российским режимом и американской администрацией лавировать. Посмотрим, что получится. Но как прагматический ход, это неплохой ход. Ничего не могу сказать. Если обращаться непосредственно к соглашению, то оно, прежде всего, связано с экономическими вопросами. И это очень разумный ход, потому что понятно, что политически Сербия и Косово не договорятся в ближайшие годы. Я думаю, совершенно точно. Экономически всегда личный интерес, сами понимаете, он очень важен. И то, что будут перелеты, отношения какие-то между этими странами постепенно устанавливаются, это радует. То, что Косово отказывается от своих попыток попасть в разные международные организации в течение как минимум года, а Сербия прекращает свою атаку на Косово, это серьезный очень прорыв. Такого раньше не было. И американская администрация во главе с Трампом и тут весьма точно использовала, и не очень красиво прозвучит, но не обессудьте, и израильскую карту, так ее скажем, потому что добилась того, что и Косово, и Сербия будут укреплять отношения с Израилем и даже открывать свои посольства или переносить их в Иерусалим. Вучич в этом плане, и здесь вот тот момент, где я однозначно его могу похвалить, он, как пишет Jerusalem Post, вообще настроен на то, чтобы стать самым произраильским лидером в Европе. И если он наладит отношения с Израилем, в отличие от своих западноевропейских коллег, честь ему и хвала, еще раз говорю, за это я готов ему аплодировать. Уже давно он в этом году выступал на Айпеке, еще весной, и уже тогда заговорил о необходимости открыть представительство в Иерусалиме, а потом и посольство. Сейчас он таки продолжает эту инициативу, и хотя, ожидаемо, он взамен от Израиля хочет кое-что получить, точнее гарантию, что Израиль не будет признавать Косово, но, как говорят в окружении Вучича, даже если Израиль Косово признает, это не повлияет на перенос посольства. Ну, может, будут какие-то разногласия дипломатические, но, в общем и целом, Вучич настроен на контакты с Израилем, и это очень хорошо. Станет ли Вучич таким новым ТИТа, которого будут терпеть американцы из-за того, что он может противостоять другим режимам, ну, мы посмотрим, это сложно сказать. Пока, я считаю, инициативы по его перетягиванию на Запад они положительные, и достижение сербско-косовское соглашение это достижение. И если Вучич продолжит в том же духе и с Израилем, то тем более. Меня очень позабавила реакция российских властей и российского нынешнего режима. Во-первых, лично я в очередной раз увидел, что наши так называемые аналитики кремлевские и околокремлевские, они опять очень серьезно все перепутали. И даже можно понять, почему. В российской политической жизни, как в кремлевской, так и в оппозиционной, существует предубеждение и такое пренебрежение к консервативному движению и к консервативным источникам информации. Поэтому, когда прошла эта встреча, когда обнародовали соглашения косовские и сербские, появились фотографии с этой встречи, то реакция российского режима была как будто бы это неожиданность. Между тем, на сайтах консервативных, при этом мейнстримно-консервативных, однако даже мейнстримно-консервативные для наших аналитиков, они явно кажутся какими-то маргинальными. Так вот, уже в августе, я помню, была статья довольно основательная о том, что американская администрация необходимы решительные действия на Балканах и нацеленные в том числе на Сербию и на другие страны. То есть то, что мы увидели. И поэтому для любого, кто просматривает консервативные ресурсы, новость была абсолютно не новостью. То есть это то, чего мы все ждали. Но вот российский режим снова облажался, чем мы его и поздравим. Далее забавный момент, это то, что наш МИД попытался в своей манере то, что Вучич дружит теперь, по крайней мере обозначает какую-то дружбу с американцами, над ним поиздеваться. И эта жуткая гражданка Захарова, у которой вид женщины, потребляющие все запрещенные средства и запивающие их другими запрещенными средствами, изготавливаемыми в домашних условиях, она там попыталась продемонстрировать лишний раз отсутствие чувства юмора, то есть пошутить. Но сербы цыкнули в ответ. И представьте себе, Путин испугался, потому что для Путина потери Сербии это будет очень серьезный удар. И наш ботоксный эгэбист побежал извиняться. Поэтому за это я Вучичу тоже могу поаплодировать. То, что он заставил Путина испугаться и извиниться за хамство российского МИДа, это как ни крутите, а тоже достижение. Ну, может, не такое, как достижение Трампа, еще раз повторяю, но достижение, которое есть. Поэтому мы видим, что Вучич пока остается темной лошадкой, но он явно станет серьезным игроком на европейской арене. И если Соединенные Штаты и дальше будут его так разумно опекать, направлять в нужных направлениях, то, кто знает, может, что-то из него получится интересное. Ну, а пока все вот то, что я назвал, это, безусловно, плюсы нынешней американской администрации и президента. Заметьте, что в прессе мейнстримной, я уже имею в виду либеральную, вы про эти достижения не прочитаете вообще ничего. То есть я открываю какие-то поисковики, которые мне нужны, там идут новости. Да, Трамп когда-то 10 лет назад что-то кому-то сказал, Трампа смотрел не в ту сторону, Трамп повел себя не так, Байден обязательно победит, Байден замечательный. Успехи Трампа игнорируются напрочь. Я уже со своей стороны, и как я и в ближайшие два месяца, уже теперь полтора даже, неизбежно буду это делать, хотя я, как всегда, такой дисклеймер, ни в коей мере не пытаюсь повлиять на результаты выборов, но я просто вам, вы-то наверняка большинство слушателей уже определились, но вдруг кто-то нас смотрит и слушает, кто еще не определился, предложу подумать, а вот все эти успехи, последовательная позиция по Ближнему Востоку и то, что с Сербией и с Косово укрепляются контакты, при Байдене это сохранится, по-вашему? У меня очень большие сомнения. Поэтому лишний повод проголосовать в ноябре за то, чтобы все эти начинания, разумные ведь начинания, которые Америке идут на пользу, и союзникам Америки идут на пользу, чтобы они продолжались. Нынешняя администрация показывает, что она может работать вот даже в такие сжатые сроки, несколько месяцев. А вот сколько дел может наворотить администрация Байдена за четыре года, мне даже не хочется думать сегодня. Поэтому выбор за вами, но, по-моему, тут все достаточно очевидно. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. Абсолютно. Из того, что обещает, даже из того, что он обещает, ни один разумный человек не может за него голосовать. Потому что он не скрывает поднятие налогов. Хотя, скажем, в нашем штате это уже стало притчей во языцах. И во время голосования жители штата Иллиной должны будут ответить на вопрос референдума о дополнении к конституции штата. Потому что по конституции штата у нас flat text, так называемый. Притскер предлагает progressive text. Texas. Прогрессивный налог. Мы знаем, что те штаты, которые принимали подобные законы, в них, в этих штатах законодатели повышают налоги без, так сказать, без проблем. Очень свободно. В этом же законопроекте, который предлагает Притскер, это дает возможность нашим законодателям повышать налоги. Хотя ситуация и так скверная. Мы занимаем, по-моему, второе место в стране по налогам в общем. И, по-моему, первое место по налогам на недвижимость. В общем, и народ бежит из штата. Я смотрел данные, последние 174 тысячи человек покинули штат. Байден предлагает то же самое, предлагает поднять налоги. И это означает, что экономику они, ну, как минимум, придавят. Если не убьют, убить невозможно, наверное, но придавят. Эти безумные планы по замене всех автобусов, машин и так далее на электрические, запретить бурение, запретить фракен, запретить добычу угля, перестроить все станции. В общем, какие-то бредовые идеи. И очень настораживает выступление Барни Сендерса, который сказал, что не важно, что, типа, Байден сейчас там говорит что-то, какие-то вещи. Как только его переизберут, мы, дескать, это будет наша программа. Поскольку те заявления, те наши предложения и наши идеи казались совершенно дикими еще несколько лет назад, сегодня мейнстримными стали. Это действительно так, что страна шагнула настолько, не страна, а демократическая партия, политики шагнули настолько влево, политики-демократы, что значительно какая-то часть демократов осознанно намерена голосовать за президента Трампа, что удивительно. Но при этом... Да, я еще, извините, перебью, что к тому, чему вы сказали, я и момент внешней политики добавлю, что если, хотя Байден и компания якобы себя бьют в грудь, что они будут противостоять тому же российскому режиму и так далее, однако их программа, которая указывает на сокращение военного бюджета и участие активное в Соединенных Штатах в международных организациях, где сидят враги Америки, которые просто превратят Соединенные Штаты в безгласного участника всех этих ООН и так далее, это никак не поможет укреплению мощи страны, а запреты, которые вы назвали на добычу энергии, еще и сделает Америку зависимой от тех же арабских стран, когда не Америка будет им диктовать, а наоборот, и опять от того же Путина, поэтому все, по-моему, очевидно. К сожалению, не все это понимают или просто в силу лояльности, традиций голосовать за демократическую партию, я вот смотрю, там есть у нас некие дискуссии, разворачиваются между американскими евреями, евреями, которые поддерживают, скажем, демократическую партию и тех, кто относится более критически к тому, что происходит. И опять же говорят, вот пост один прочитал, евреи, которые поддерживают Трампа, они типа безумцы, потому что Трамп это чуть ли не шпион российский, что он работает на Путина и так далее, и так далее. Ну такое безумие. Ну, очевидно, люди информацию свою черпают из каких-то источников леворадикальных и не видят, что происходит, не знают результаты расследования вот этого совершенно незаконного, на мой взгляд. Вы, наверное, слышали очередной скандал, что команда Мюллера там случайно или не случайно прежде генеральный инспектор затребовал телефоны у команды Мюллера и прежде чем отдать эти телефоны, они их просто обнулили, что называется, стерли всю дату. Да, мне вообще задается, что демократов надо обучать правилу пользования телефонами и компьютерами, а то никто Клинтон не на то нажимает, то люди из команды Мюллера опять кнопки путают. Как-то это подозрительно очень. Давайте попробуем принять звонок, прежде чем уйдем на перерыв. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Знаете, мне кажется, вот эта партия, которая называется, называет себя демократической, это партия жуликов, коррумпированных жуликов, и тот же Байден, он, значит, завязан в коррупции на Украине, в Китае, естественно, он продастся и в России, неужели это вот непонятно всем остальным, вот я вот это, в общем-то, не понимаю, не говоря уже о том, что когда-то Клинтон, и сейчас, собственно говоря, они тоже Клинтоны, все завязаны на всех этих странах, которые являются врагами нашей страны, то есть, эта партия, вообще-то говоря, враг нашей страны, на самом деле, поэтому кто-то голосует за них, они же что хотят, высокие тексты и войну здесь, не понимаю я этого, спасибо большое. Ну, мне даже нечего добавить к вашему мнению. Давайте мы, наверное, сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся, обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час Ивана Денисова». Телефон в студию и по-прежнему 847-400-5200. Ну, а что сейчас? Поговорим о киноакадемии? Да, давайте про киноакадемию, хотя эта тема для меня грустная, потому как кино я люблю, хотя уже меньше на него времени трачу, но тем не менее. И довольно долго, не знаю, до какого года, «Оскар» все же оставался каким-то знаком качества. Бывали года, когда фильмы, получавшие «Оскар», разочаровывали, бывало такое, что «Оскар» получал фильм действительно достойный, бывало такое, что фильм через несколько лет понимали, что ему действительно заслуженно дали, но бывало и наоборот, что вроде фильм хороший, всем нравится, а через несколько лет понимали, что зря ему дали. Как бы то ни было, сейчас «Оскар» уже окончательно последние несколько лет перестал что-то для себя значить серьезное. На мой взгляд, последний фильм, который что-то из себя представлял, это, наверное, был «Арго» про как раз операцию ЦРУ в Иране, и, наверное, это был 12-й год, кстати, после него, по-моему, ничего интересного и не было, по крайней мере, я такого не припомню. Но теперь его решили уже окончательно свести к нулю, и, так скажем, киноакадемия просто-напросто совершает самоубийство, потому что отныне, если вы читали правила, которые в ближайшем будущем будут запущены в действие и которыми киноакадемики должны руководствоваться при выдвижении фильмов на вот эту вот высшую награду, то вы увидите, что теперь «Оскар» это не кинопремия, потому что подразумевается, когда мы говорим о кинопремии, то это должен оцениваться профессионализм, талант, даже в случае с «Оскаром», наверное, профессионализм прежде всего, а не талант, не буду сейчас говорить, хорошо это или плохо, насколько уверенно или технически грамотно выстроен фильм, как в нем работают актеры, ну и да, если в фильме есть какой-то осмысленный месседж, посыл к зрителю, то это тоже хорошо, но теперь это все не имеет никакого значения, как мы видим с вами, а теперь будет иметь значение только количество черных, женщин, геев и так далее и тому подобное, как за камерой, так и перед камерой, и в самом фильме, то есть обязательно там какие-то цифры приводятся, простите, я не буду говорить, 30 процентов минимум должны быть представлены так называемые underrepresented, то есть недостаточно вроде бы представлены меньшинства, и таким образом, если у вас вдруг представлен фильм, снятый режисс, предположим, тем же Тарантино, так чтобы было понятно, который вообще лучший фильм с ним снятый, но он, как, например, однажды в Голливуде, там преимущественно почти сплошь белые актеры, женщины на вторых ролях геев нет вообще, там их не было, а рядом с ним какая-то хинея, но где присутствуют геи, инвалиды и так далее и тому подобное, все побеждает вот этот самый фильм, талант, какие бы то ни было драматические и прочие способности актеров, сценаристов, режиссеров и так далее, уже никого не волнует, волнует то, что есть, в этом плане мне, честно говоря, кажется, что есть очень простой способ, вообще-то, это есть премия такая порно-кино AVN называется, но вот надо уже просто целый ряд порнофильмов откровенно двигать на Оскар, есть же фильмы гей-порно, есть лесбийское порно, есть порно для чернокожих, замечательно, вот никаких претензий, ну, с инвалидами это же, по-моему, извращение какое-то, хотя, кто знает, может, кому-то и такое нравится, академикам, похоже, нравится, но никаких проблем не будет, черные в кадре, женщины, одни только женщины в кадре, геи, одни только геи, в кадре, такие фильмы есть, их полно, пусть их и оценивают, в конце концов, какая проблема-то, но нет, поскольку Оскар, это как не крутить, все-таки, хоть это и американская премия, да, но на нее ориентируется весь мир, даже если мало кто из режиссеров вне Америки, до недавних пор мог это в Оскар получить, то понятно, что то же самое будет происходить и в других странах, посмотрите на берлинский фестиваль, когда-то, на мой взгляд, был фестиваль вполне достойным, но вот теперь там отменили мужские и женские роли, потому что нельзя, чтобы вот это разделение было, мужчина и женщина, но это уже у нас не актуально, будет даваться премия какому-то там актеру, тем более, по-моему, слово актриса принято, считается каким-то оскорбительным и так далее и тому подобное, надо говорить про актера и про мужчин и про женщин. Иными словами, если те из нас, кто рос и смотрел американское, прежде всего, кино, я американское кино не раз критикую, но, знаете, раньше там все-таки были какие-то ответные действия, да, в 30-е годы проникло много коммунистов в Голливуд, но был ответ, был союз антикоммунистов, там и Рейган, и Де Хевилленд, о которой мы недавно говорили с вами, и многие другие, Джон Уэйн, мой любимый, когда в 60-е годы опять был подъем левого, левых настроений в Голливуде, то постепенно тот же Клинт Иствуд, прежде всего он, они как-то возвращали некие консервативные ценности, в 80-е годы, хотя, кстати, в 80-е годы «Оскары» периодически выдавались фильмом вроде «Взвода», но в те же самые 80-е в кинематографе коммерческом довольно-таки активно идеи патриотизма, идеи консервативные в фильмах преимущественно жанровых, конечно, в боевиках и даже в фильмах ужасов, что интересно, они очень даже недвусмысленно обозначались. Но вот теперь я не вижу, откуда взяться этому противодействию, потому что то, что мы видим в «Оскаре», это проецируется и переходит и на все совершенно отрасли кинематографа. И уже мейнстримное кино штампует фильмы, лишь бы угодить либеральному эстеблишменту, за очень редкими исключениями. И кино малобюджетное тоже. Для меня это болезненно вдвойне, на самом деле, потому что я, когда, например, считаю, что для лучшего понимания страны и культуры, если мы говорим о кинематографе, то да, конечно же, фильмы дорогие, фильмы кассовые, они важны, но фильмы малобюджетные играют роль не меньше, а может и больше. Потому что, чтобы понять, как выглядела, скажем, Америка в 70-е, 60-е, 50-е годы, лучше смотреть даже не те шедевры, общепринятые, которые получали премии, а какие-то малобюджетные драмы, детективные фильмы, хорроры опять и так далее. Чем меньше, как известно, Джимми Макдонов, весьма уважаемый мной кинокритик, говорит, чем меньше денег, тем больше реальности. И таким образом, эта реальность, она показывала нам, что как есть. И раньше зачастую очень многие консервативные режиссеры, они как раз находили себя именно в малобюджетном кино, потому что они там чувствовали себя свободнее. Но я сошлюсь вам на два примера. Рассмайер, которого ассоциируют преимущественно с эротическим кино, но так, в общем-то, оно и есть, но который был режиссером, на мой взгляд, выдающимся, и который был абсолютно консервативным, несмотря на свою работу в эротическом жанре, звериный капиталист, антикоммунист, и действительно интересный режиссер, который в своих фильмах сделал много чего интересного, прежде всего, с точки зрения формы. Или еще более колоритный персонаж Энди Миллиган, который был, кстати говоря, еще и геем, но при этом, по его собственным словам, геев он терпеть не мог, особенно и тех, кто бравирует свои ориентации. И свои малобюджетные фильмы он называл как раз консервативными, моральными историями и о себе говорил, что да, я консерватор. Сейчас даже таких людей в малобюджетном кино я себе представить не могу, потому что кино, малобюджетное кино, независимое, оно, хоть не странно, несмотря на красивое название, независимое кино, то есть, создаваемое вне студии, оно тоже полностью подчинено диктату вот всего того, что мы с вами видим. и когда раньше я, например, читаю аннотацию, что это фильм смелый, который бросает вызов чему-то там, раньше это мог быть фильм того же Майера или фильм того же Миллигана, сегодня точно знаю, что это будет фильм опять о том, как черные страдают, как геев унижают и притесняют, белые мужчины, христиане, нормальные, давайте еще буду говорить, не, пусть мне, да простят меня всем, так вот нормальные ориентации это все злодеи, негодяи и так далее, ну и где, простите, вызов, тем не менее, это по сию пору считается якобы что-то в этом есть некая смелость, и таким образом кино прекращает играть свою роль какого-то производителя талантливых произведений, производителя произведений, да, прошу прощения за тавтологию, талантливых работ каких-то, оно прекращает играть свою роль просто-напросто развлечения, потому что кино должно, да, могут быть серьезные фильмы, могут быть развлекательные, но теперь это все не важно, теперь все абсолютно подчинено идеям нынешнего социалистического реализма, уже можно это так говорить, и тому, с чего хочет видеть на экранах небольшая на самом деле группа людей. Интересы зрителей никого не интересуют. Интересует вот это самое насаждение определенной идеологии, абсолютно антиамериканской, абсолютно антизападной, как угодно ее называйте, которая будет регулировать кинематограф. Ни о какой свободе самовыражения, ни о какой свободе творчества мы уже говорить с вами не можем. И премию «Оскар» воспринимать как кинопремию мы тоже не можем. Это касается и европейских фестивалей, и если мы с вами видим, что кинематограф за свои сто, сколько там, двадцать пять лет, кажется, существования, да, премия двадцать пять лет, он приходит к своему логическому завершению, ну, это безрадостно. И я более того не вижу людей, которые бы могли его вытащить. Я иногда натыкаюсь в Твиттере на какие-то страницы людей, которые мне когда-то нравились, кинематографисты, актеры, комики. И очень жалею, что я на них наткнулся, потому что у меня такое чувство, что это помешательство повсеместное. И найти адекватных людей среди в стендапе, да, ну, Джеки Мэйсон, великий, да, комик, раввин, что называется, но ему уж лет сколько. Или вот там Джеймс Вудс, которого и в кино в последнее время не снимают. Вот, пожалуй, и все. Поэтому прогноз тут, увы, однозначно пессимистичный. И даже победа Трампа, к сожалению, здесь ничего не изменит. И даже победа консерваторов и республиканцев, увы, ничего нам не принесут. Но одно утешает, знаете, хотя времени у нас не так мало, все мы работаем, все мы что-то делаем. Но, знаете, старых фильмов хороших осталось много. Поэтому бойкотировать современный Голливуд, это уже становится делом чести. А находить на Ютьюбе, где угодно, даже на Ютьюбе их выкладывают, старые фильмы, это замечательно. Поэтому, знаете, я закончу на такой, все-таки, оптимистической ноте. Я сказал, что это все пессимизм, да, и так далее. Но я вот недавно, к стыду своему признаю, посмотрел фильм «Кингс Роу», фильм 42-го года с Рейганом. Вот как-то раньше я не мог его по разным причинам, до него у меня руки не доходили. Он на Ютьюбе выложен, можете его легко посмотреть, даже с русским переводом. А фильм замечательный, говорю сразу, настоящий заряд американизма. Снимал его режиссер-консерватор и антикоммунист, кстати. Рейган там просто замечательный, это действительно его лучшая роль. И он сам так говорил. И там в конце есть сцена, когда, ну, спойлер, но не обессудьте, но это, я думаю, все знают. Персонаж Рейгана, он по ходу фильма теряет обе ноги. Более того, ему их ампутирует врач, однозначно отрицательный, который таким образом хочет его морально уничтожить. И в конце, когда персонаж Рейгана об этом узнает, то он вместо того, чтобы впасть в уныние, он там переживает депрессию, конечно, но тем не менее. Он только смеется и говорит, ну что, этот самый доктор думал, что вся моя сила в ногах? Нет, я гораздо сильнее. Так вот, пусть товарищи из киноакадемии не думают, что они американскую культуру смогут погубить. Сила Америки не только в нескольких фильмах, которые будут выходить в ближайшие годы. Сила американской культуры в другом. Поэтому фильм Кингсроу посмотрите, и будем идею персонажа Рейгана воплощать в жизнь. Товарищам из киноакадемии американскую культуру не одолеть. Я считаю так. Спасибо, интересно, 847-400-5200. Вы слышали о фильме, который выпускает Netflix, о Кютис? Знаете, поскольку я работаю все-таки в школе, у меня очень болезненные отношения ко всему, что связано с педофилией. И любая сексуальная эксплуатация подростков у меня вызывает очень негативную реакцию. Поэтому я слышал, но, естественно, смотреть это я ни в коей мере не буду. Даже хотя полагается врага знать в лицо, но, извините, я своим временем все-таки дорожу. Потому что сексуализация, простите мне такое слово, детей и подростков, это омерзительно. Говорю вам, не хочу быть моралистом, но это правда омерзительно. Абсолютно интересное интервью продюсера этого шедевра в кавычках. Он говорил о том, что они на протяжении полугода просматривали, устраивали просмотры, просмотрели кандидаток, 11-летних девочек выбирали на главную роль. 650 девочек они просмотрели, и только в последний день, в последний час они нашли девочку, которая будет, вот мне действительно, такой скрупулезный отбор делали, или все-таки куча этих педофилов наслаждалась вот этим извращением. В Калифорнии, вы знаете, да, принят закон, который ослабляет меры наказания для педофилов. Просто натурально. И тут некоторые наши герои, местные наши, чикагские, вступили в дискуссию, защищая вот этот законопроект. Причем один из них, который называл себя лидером русскоговорящей общины, некто Ленька Могилевский, эту фамилию вы, наверное, уже слышали, я называл не раз, он все время пытался обвинить по партийной принадлежности в педофиле, то есть вот республиканцы-педофилы, республиканцы-педофилы. И в то же время закон, который подписал Гавин Ньюсом, он защищает, так сказать, стоит на страже этого закона, хотя там речь действительно идет о том, чтобы как бы облегчить участь педофилов, настоящих педофилов. Вот такие нравы. Давайте попробуем принять звонок, а потом, если останется время, еще поговорим. Добрый день. Здравствуйте. Уважаемый Иван, мне нужен ваш совет, как бы ваше мнение. Меня очень волнуют выборы, которые пытаются протолкнуть по почте. И вот у меня как бы такая идея возникла, что, конечно, у нас в каждый штат имеет свои законы по выборам, но почта это все-таки федеральная организация и подчиняется президенту. И как бы мне кажется, что Трамп мог запретить им участвовать в этой всемирной фальсификации, но его же, конечно, сразу все это левая СМИ обвинит в узурпаторстве, в диктаторстве и так далее. Но вот как вы считаете, если мы напишем петицию на веб-сайте Белого дома о том, что мы просим отменить, запретить как бы выборы по почте массовые, только оценти Белло, чтобы могли действовать, то как вы думаете, поможет ли это Трампу избежать обвинений? Да, спасибо. Но петиция это всегда вещь хорошая, поэтому я считаю ее, конечно же, запустить стоит. Поможет или нет, мне сказать трудно, потому что действительно это все, скорее всего, пойдет по судам и администрацию за это затюкают, грубо говоря. Выход сейчас только один, это голосовать изо всех сил, потому что если мы получаем, мы, опять говорю, даже не вы, если мы получаем Байдена, то и демократов, то идею выборов, как честных, мы забываем. В программе демократов открытым текстом написано, что мы будем постепенно использовать все виды голосования, в том числе и голосования по почте. То есть Байден и демократы, они это голосование почтовое сделают на уровне закона. И тогда демократы, они будут везде, кругом. И не только у вас, кстати, а их аналоги и в Европе, и у нас, и так далее, и тому подобное. Поэтому, да, писать, конечно, и любые усилия предпринимать надо, но, к сожалению, уже времени осталось не так много, чтобы набрать нужное количество голосов, и чтобы эта петиция возымела действительно какое-то действие. И еще раз повторяю, выход всегда один – идти и голосовать. Все просто, так все работает уже много десятилетий, даже столетий, и так и должно сработать в ноябре. Это наилучший вариант. Абсолютно верно. Не надо мудрствовать лукаво, надо просто идти голосовать. Потому что я не думаю, что у президента есть полномочия исключить какую-то почтовую корреспонденцию, не важно, какая она. Я не думаю, что под этим есть какая-то юридическая база. Да, это назовут, что это влияние на интерстейт, коммерческие отношения между штатами, и все таким образом, это будет, скорее всего, очень неприятная история. Ничего из этого не получится, а вот идти голосовать и делать все возможное для того, чтобы поднять своего соседа, своего друга, своего родственника, чтобы пойти голосовать – это наше право. Кстати, мы тут заказали сайны, ну, вот такие вот ярд-сайны, и вчера провели такую акцию. Рано-рано утром проехали с моими друзьями и поставили в некоторых таких ключевых, на ключевых перекрестках. Мы ездили в Вискансин, а на пути проехали по тому же маршруту. Наверное, треть сайнов – толерантные либералы, так сказать, или выдернули, бросили тут же рядом, либо просто согнули так, чтобы не видно было. Ну, вот часть мы восстановили. Я думаю, что эту акцию мы будем производить. Еще раз обращаюсь, нам нужны волонтеры, которые помогли бы нам с этой работой. Довольно такая трудоемкая работа – проехать по ключевым, во-первых, собрать эти сайны. Если есть… Это уже оплаченные сайны, они стоят денег на самом деле. И мы будем проводить эти акции. Не потому, что это каким-то образом, коренным образом повлияет на выборы и склонит какую-нибудь там заблудшую душу, которая хочет построить социализм в нашей стране. Нет, не поэтому. Это моральная поддержка для всех тех, кто хочет голосовать за республиканцев, кто выбирает безопасность, выбирает законность и порядок в этой стране. Это такая моральная поддержка. Я думаю, это делать необходимо. Иван, огромное спасибо. Да, спасибо вам. У нас еще осталась одна тема о европейских союзниках Трампа, но тогда они в следующий раз. В следующий раз, да. Спасибо большое. До встречи в следующий раз. Спасибо вам. До встречи.